Федеральная программа от «Единой России» призвана осуществить настоящий форсаж в строительстве школ. Каждый регион имеет шанс получить на это деньги, однако Москва выдвигает при этом ряд обязательств. Это обязательно должен быть школа, объект, который должен быть введен в 2016 году. Высокая степень готовности, чтобы те средства, которые были вложены, действительно уже дали нам готовый объект, чтобы не было замораживания средств, не было незавершенных объектов. Поэтому мы сейчас посмотрели, какие возможны школы-заявители, которые у нас сейчас уже в такой стадии достаточно высокие. Еще одно «но» – деньги выделяются на условии софинансирования. 30% – региональные средства. В закромах бюджетах Акасии имеются. По линии Министерства образования зарезервировано 142 миллиона рублей. Сегодня депутаты одобрили предложение правительства пустить деньги в дело. Из 142 миллионов, около 100 миллионов, чуть меньше, нам будет восстановлено. 90 с небольшим датом. Так что программа очень такая привлекательная, поэтому каждый субъект Российской Федерации старается успеть до 4 апреля принять свои законы о раскассировании или о финансировании этих объектов. Стоит отметить, подобная программа уже зарекомендовала себя с детскими садами. Благодаря федеральному центру в Акасии построено 12 новых и 18 реконструировано. Сегодня республика имеет школы, готовые вот-вот распахнуть двери, но еще требующие усилий строителей. Так что денег ждут не только чиновники, но и дети, в основном сельские. Ну а что касается воспитания, как известно, в унисон идущего с образованием, это еще один вопрос сессии парламента, а точнее сказать, воспитания патриотического. Сегодня депутаты единогласно приняли в первом чтении соответствующий закон, который и призван навести порядки в любви к родине. Норма касается и власти, и организаций, работающих в республике на поприще патриотизма и устанавливает правила, кто за что должен отвечать. Главная задача – воспитывать достойных граждан большой страны, которые чтят историю и знают культуру. Тема, как отмечают авторы проекта сегодня, актуальна как никогда. Растет уровень информированности общества. Одновременно возрастает и уровень циничности, равнодушия, агрессивности людей. На людей оказывают влияние различные религиозные и политические течения, в том числе националистического толка. Отсутствуют четкие мировоззренческие позиции. Стоит отметить, что закону о патриотике предстоит пройти еще второе чтение. Только тогда в Хакасии он появится официально. Примечательно, но на федеральном уровне подобного пока нет. Однако, с учетом того, что в одном из выступлений президент отметил патриотизм как национальную идею, стоит полагать, пробел в скором времени будет заполнен. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.